К 85-летию Свердловской области артисты мускомедии отправились в большой гастрольный тур. С концертами и спектаклями они посетят свыше полусотни городов и сел Среднего Урала. На этой неделе артисты будут работать в Ирбите. Выступления пройдут не только на сцене драмтеатра, но и на заводах, в библиотеках и музеях. Господи, я, я твой преданный Аркей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Они, как говорится, с корабля на бал. Солисты Свердловской мускомедии еще не успели распаковать свои чемоданы и достать концертные костюмы, а уже выступают в городской библиотеке Ирбита. За время масштабного театрального марафона труппа планирует посетить разные города области. Краснотуринск, Ивдель, Азбест, Качканар, Тугулым, Кушва и многие другие. На этой неделе часть солистов будет радовать ирбитскую публику. Одновременно проходят концерты и в других городах. Я, к сожалению, не знаю, где именно, но обязательно проходят. Параллельно очень много концертов решили, чтобы охватить всю, так сказать, область, чтобы как можно больше людей посмотрели наши спектакли. Тур, значит, шел весь июнь и еще, по-моему, до 10 июля, если я сроков не путаюсь, ну, в общем, практически полтора месяца. Гастрольный тур посвящен 85-летию Свердловской области и самого театра мускомедии. В планах было провести 85 концертов, встреч и спектакли в разных городах. Но актеры разошлись не на шутку. Количество выступлений возросло до 110. В рамках этого тура солисты выступают не только в театрах. Они поют на заводах и фабриках, в полях и практически в лесах. Вот недавно мы ездили в Манчаш, называется поселок, и мы прямо в поле выступали на грузовой машине, пели песни перед доярками, машинистами, там, по-моему, осенизатор называется, или как, не знаю как. В общем, те, кто работают непосредственно с коровами, дают нам молоко, мясо и так далее. Мне кажется, они более открытые люди, потому что они очень редко встречаются, мне кажется, с таким форматом общения. Вот. Я думаю, что это и нам, и им только на пользу. Мы заряжаемся позитивом, они-то 100%, я думаю. К примеру, сегодня в 8 часов утра актеры выступали прямо на территории Ирбитского молочного завода. Есть определенная символика. Вы представляете, вот мы сидим сейчас, слушаем и понимаем, что на фоне вот этого всего мы примем их, обязательно пригласим на открытие нового помещения, и они с удовольствием, я надеюсь, приедут и еще раз выступят перед нами. А фоном была настоящая стройка. Здесь будет столовая с актовым залом. Ну а пока импровизированная сцена под открытым небом. Однако такие необычные условия лишь добавили шарма. И даже дуэт из урок-оперы Юнона и Авось смотрелся здесь особенно романтично. Классика и современная эстрада. Солисты мускомедии за время мини-концерта подарили зрителям целый калейдоскоп чувств и эмоций. Одни и те же солисты проникновенно исполняли классику и тут же звали танцевать под современные мелодии. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, я работаю больше 20 лет на молочном заводе. У нас впервые такой концерт замечательный, такой позитив, такие голоса, молодежь, это очень приятно. После концерта на заводе продолжился рабочий день. Правда, в историю предприятия он уже не сможет войти, как обычный трудовой день. Ну а актеры готовы вновь работать на другой площадке. А вечером очередной спектакль в драматическом театре. Прекрасно принимают. Я прям чувствую такую... Вот людям правда это нужно. И мы с удовольствием работаем для зрителя. Такие овации. Просто очень приятно. Вообще посмотреть, что у нас находится в нашем государстве. Какие красоты. Я не жалею нисколько. Я с удовольствием езжу по всем нашим приближайшим городам. Но ни один близлежащий город, за исключением Вербита, не получил столько внимания со стороны артистов. Три спектакля, встречи и концерты на разных площадках. Все это благодаря тому, что директор Михаил Сафронов родился в Вербите и является почетным гражданином нашего города. Однако в этот раз на родину он приехать не смог. Но за своими артистами передал большой привет всем горожанам.